Добрый день! Сегодня подведем итоги пятого дня поддержания режима прекращения боевых действий в Сирии. За истекшие сутки соглашения о примирении подписаны представителями еще четырех населенных пунктов. Всего их общее количество составляет 627. По-прежнему наблюдается устойчивый рост числа нарушений режима перемирия оппозиционными бандформированиями. Количество обстрелов с их стороны за прошедшие сутки возросло до 55. Всего с начала возобновления режима прекращения боевых действий он нарушался 199 раз. На экране вы видите видеозаписи обстрелов боевиками жилых кварталов и позиции правительственных войск в Дамаске и Хаме, зафиксированные 16 сентября. Постоянные обстрелы, невыполнение незаконными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий, отсутствие контрольно-пропускного пункта в восточной части дороги Костелла, контролируемой боевиками, не позволяют обеспечить безопасность доставки гуманитарной помощи в Алеппо. Перейдем к докладам об обстановке на местах за истекшие сутки и соблюдении режима прекращения боевых действий. Генерал-лейтенанта Савченко, прошу доложить. Есть. Товарищ генерал-лейтенант, за прошедшие сутки резко увеличилось количество обстрелов. Зафиксировано 55 случаев введения огня по позициям правительственных войск, народного ополчения и мирным жителям. Из них в провинции Алеппо 27 обстрелов. При этом столица провинции обстреливалась 26 раз. В Горной Латаке 6, в провинции Дамаск 11, Хама 7, Хомск 2, Дара 1, Эль-Кунейтра 1. Огонь ведется не только по позициям правительственных войск, но и по гражданским объектам. Только за прошедшие сутки от обстрелов со стороны районов, занимаемых боевиками, погибло 12 мирных жителей, в том числе двое детей. Ранения получили более 40 человек. В результате минометного обстрела со стороны боевиков в населенном пункте Хан-Арнаба, провинции Эль-Кунейтра, погибло волонтер сирийского общества Красного Полумесяца. Обстановка в Сирии обостряется, особенно это заметно в провинциях Алеппо и Хама, где отряды оппозиции, используя режим прекращения боевых действий, перегруппировывают силы, восполняют запасы боеприпасов, вооружения и готовятся перейти в наступление с целью захвата новых территорий. По имеющимся данным, в ближайшее время возможно проведение террористических актов в жизненно важных районах Алеппо, Дамаска, Тартуса и Латакии. Наблюдается усиление активности незаконных вооруженных формирований, не прекращаются обстрелы позиций правительственных войск и мирных жителей. Ни на одно наше письменное обращение к американским коллегам с информацией о нарушениях режима прекращения боевых действий вооруженными формированиями подконтрольными США ответа не последовало. Более того, американская сторона уклоняется от проведения телефонных переговоров, в том числе спланированных заранее, как это было вчера. Это свидетельство о том, что США не владеют ситуацией в Сирии и не готовы принимать меры по принуждению подконтрольных им боевиков к выполнению режима прекращения боевых действий. Информирую, что согласованы все вопросы и достигнута полная готовность прохождения завтра, 18 сентября, гуманитарного конвоя в город Мадамио. Сирийское правительство гарантирует прохождение гуманитарного конвоя по подконтрольной ей территории. Однако остается открытым вопрос безопасности прохождения колонны по территории умеренной оппозиции, на которую имеют влияние США. Мер по разъединению умеренной оппозиции от Джабхата Нусры США до сих пор не принято. Доклад закончил. Спасибо. Попрошу доложить обстановку старшего оперативной группы в Алеппо, полковника Капицына. Пожалуйста, товарищ полковник. Товарищ генерал-лейтенант, мы находимся в районе наблюдательного поста у горы Тель-Джабхеша. Средства объективного контроля показывают, что незаконные вооруженные формирования так и не приступили к мероприятиям по отводу вооружения и техники от дороги Костелло. Правительственные силы вчера сделали еще одну попытку отвода войск, но из-за многочисленных провокаций были вынуждены вернуться на исходные позиции. В ходе обстрелов со стороны боевиков ранения получили шесть военнослужащих правительственных войск. Ответный огонь сирийские подразделения не открывали. Доклад закончил. Спасибо. О ситуации в Алеппо доложит представитель российского центра примирения подполковник Капыцын. Пожалуйста, товарищ подполковник. Товарищ генерал-лейтенант, мы находимся в районе Эль-Ашрафия, города Алеппо, где ночью произошел обстрел жилых кварталов из минометов самодельных реактивных систем. В целом, в городе Алеппо и его провинции обстановка остается сложной. За минувшие сутки в городе Алеппо нами зафиксировано 26 обстрелов жилых кварталов и позиций правительственных сил со стороны боевиков. Незаконные вооруженные формирования обстреляли из минометов, стрелкового оружия, РСЗО и ПТУР, кварталы 1070, Рамуси, газовый завод, Дахи-Эль-Асад, Азагра и Южные фермы. Наибольшее число жертв было отмечено при обстреле района Шейх-Эль-Кабани. Погибло три мирных жителя, ранено 12 человек. Доклад закончил. Спасибо. Далее заслушаем информацию старшего воинского начальника в провинции ХАМа. Пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Встреча с 23.00 до 23.50 Встреча с 23.00 и встали в милицию и в странах, как в Сържан, Майан, Сържан, Майан, Сържан и Мхарди. В результате, встали 6 млопов, и встали в 8.00. Встреча с 23 часа, в 23 часа, в 10 минут, были обстреляны позиции правительственных войск и жилые кварталы населённых пунктов Шаджар, Маан, Эскандария, Ал Махрука, Хаджар и Махарда. Погибло 6 и ранено 8 человек. Погибло 6 и ранено 8 человек. По данным разведки в районе Хан-Шайхун, Акербат, Зара и Нарбнавси террористы стинули свыше 5500 боевиков, 20 танков и БМБ, более 30 миномётов и РСЗО. Погибло 6 и ранено 8 человек. Погибло 6 и ранено 8 человек. Погибло 6 и ранено 8 человек. Противник перебросил до 200 человек танки и боевые машины, пехоты на направлении Маардец, где возможна новая попытка прорыва нашей обороны. Доклад закончен. Спасибо. Погибло 6 и ранено 8 человек. 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 применение военной силы. Если американская сторона не примет должных мер по выполнению своих обязательств в рамках соглашения 9 сентября, то вся ответственность за срыв режима прекращения боевых действий на территории Сирии будет лежать на США. Спасибо за внимание.